Фериха, почему ты избегаешь меня? Ответь мне. Почему избегаешь? Скажи правду. Почему ты избегаешь меня? В чем причина? Правду? Правду. Я... Что это было? Откройте. Откройте. Откройте двери. Открывайте, ну. Откройте. Не я закрыл эти двери. В этой аудитории связи нет. Телефон здесь не ловит. Я знаю. Фериха, успокойся, прошу тебя. Как мне успокоиться? И так из-за тебя я не попала домой вовремя. А теперь нам вообще не выбраться. Сколько раз мне уже звонил мой отец? Я прошу прощения за то, что нечаянно оставил тебя здесь. Если бы я знал, что от этого никакого толка, я бы так не сделал. Откройте двери. Откройте. 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 Пиноккио. Это твоя игрушка? Интересно, смогли наши планеты договориться между собой? Как ты думаешь, договорились или нет? Гунжи, мне вызвать для тебя такси. Знаешь, если мы поужинали вдвоем, поговорили, это ни о чем не говорит. Не бойся, я не постучусь завтра в твои двери. Но я не пытаюсь обидеть тебя. Не пойми меня неправильно. Нет. Мне уже обидно. Обидно, что я приехала, потому что ты поманил меня пальчиком, и я сдалась. Привет. Ханде? Что? Не рад моему приходу? Нет, что ты говоришь? Вы думали, что я ничего не пойму? Ты о чем? Я узнала ваш секрет. Какой еще секрет? Перестань, Курай. Я что, похожа на дурочку? Ну-ка, приготовь мне кофе. А, ну, хорошо. Входи, я приготовлю кофе. Я пойду, пока переоденусь. Стой. Ты чего так растерялся? Или в твоей спальне есть кто-то, о ком я не знаю? Ханде! Как это понимать? Решил для разнообразия и таких тоже попробовать? Кстати, не забудь вот это. Завтра пригодится на занятиях. Ладно. Не буду вам мешать. Пока-пока. Ханде! Увидимся. Ханде, стой. Не уходи. Знаешь, я не ожидала такого от тебя, Курай. Я не думала, что ты подлец. Ты что думаешь, что я специально позвал сюда Ханде, чтобы она увидела нас вместе? Она знала, поэтому и приехала. Чтобы убедиться. Вы все такие подлецы. Все. Позвони, Ферихе. Какая еще Фериха? Позвони, Ферихе, говорю. Телефон недоступен в данный момент. Телефон отключен. Давай, одевайся, поехали. Быстрее. Динчифон, вы тебе звучит. Ой. В싸. В faitень. Ву AH. clubей. Об уж и тепла. Вы說, что вы берете? holders. В что мне? Какогоurai, он не любил? Фестерilan. В hacer. В декабы. Вao Победу. В Phone. У Г安全. Вдом Creek. В 안ousse. В Л tou Нет связи. Мне конец. Послушай, я правда не имею отношения к тому, что нас здесь заперли. Если ты думаешь, что ключи от аудитории у меня, ты ошибаешься. К сожалению, у меня нет ключей от этих дверей. Какие же мы святые? Ты ничего не знал, ты совсем не виноват. Чего ты так злишься? Злюсь, говоришь? Тебе непонятно, что я боюсь не прийти домой вовремя, что я боюсь опоздать. Может, для вас это не важно, а для меня это важно. Фериха, о чем ты говоришь? Почему это для тебя важно, а для меня нет? Тебе не понять. И другие тоже не поймут. Как будто я единственная в этом университете, который отчитывается перед родителями. Ну вот сама подумай. Ты никогда не можешь выйти из дома. Не можешь никуда выехать. Боишься задержаться где-нибудь. Со мной так было в школе. Почему ты так сильно боишься родителей? Ты ведешь себя как школьница, Фериха. Давай, господин Омерс, ешь что до конца. Давай, ешь, сынок, ешь. Абонент недоступен в данный момент. Ах, у нее до сих пор отключен телефон. Вот только приди домой. Ой-ой-ой. Ты дочке звонила, Зехра? Надо же, Риза. Ты читаешь намаз и видишь, что я делаю? Нет. Я звонила твоему сыну, Мехмету. Не отвечает он, негодяй. Хочешь так зло на нас выместить. Почему ты так говоришь? Он же тоже переживает. И дома перестал появляться. Если ты будешь продолжать так себя вести, ты потеряешь своего сына. Ничего, он не переживает. Совести нет у твоего сына, госпожа Зехра. Он забыл ее под колесами машин. Если не пришел домой, значит, гуляет где-то. Надеюсь, скоро уже придет. У него были какие-то дела. Надо же. Ты в курсе его дел, а мне не говоришь об этом. А я тут переживаю за него. Думаю о нем. У нее ведь занятия до четырех. Что-то долго ее нет. Ой, Аллах, чего ты прицепился к девочке? Сейчас я ей позвоню. А, Риза, завтра идем на праздник. В честь обрезания внука к соседке Шерифе. Конечно, мы сейчас не в состоянии ходить по гостям. Но пойти надо. Неудобно будет, они ведь к камеру приходили. Хорошо. Мехмед, сынок, где ты ходишь? Неужели тебе было трудно позвонить? Ты голоден? Разогреть тебе еду. Я купил билеты, папа. Брат, а куда мы поедем? Риза, что это за билеты? Лара, как всегда, в своем репертуаре. Ну, я заметила, ваши отношения стали более теплыми. Итак, о чем вы столько времени общались с ней? Позже расскажу. Сначала мне надо поговорить с Ферихой. Папа! Папа приехал! Я не боюсь своих родителей. Я просто не хочу, чтобы они переживали за меня. Как хорошо, когда есть родители, которые знают, что ты сейчас вернешься и тебя ждут. Да, именно так. Особенно папа. Это понятно. Папы любят дочерей. Ты тоже, видно, очень уважаешь его. Девочки любят папу, а с мамами секретничают. Мой папа много работает. С утра до вечера на работе. Он трудолюбивый и справедливый человек. Он не считает время, когда работает. Трудится и трудится. У него мало свободного времени. Но он все равно уделяет нам время. Например, у нас принято ужинать всей семьей вместе. Папа любит сидеть с нами за одним столом. И пока он не встанет со стола, никто не встает. В свое время ему многое пришлось пережить. Поэтому он сильно переживает за нас. А потом он жил в другое время. И не понимает нынешних отношений. Взглядов на жизнь. Он всегда хочет, чтобы я находилась у него перед глазами. Но папа доверяет мне. Доверяя мне, он не доверяет тем, кто окружает меня. Музыка. 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 Любит ходить по домам. Стамбул очень маленький город. Она боится сплетен и злых глаз. Если папа опора семьи, то мама оберегает наш очаг. И если мы что-то сделали не так, она старается загладить нашу вину. Вообще, я похожа на свою маму Она тоже так считает Как и все матери, она желает мне всего наилучшего А потом у меня есть брат-близнец Мы с ним не всегда ладим Мы словно чужие друг другу люди Он все время вмешивается в мои дела И ничего ему не нравится Но как бы ни было, он мой брат Иногда дружнее нас никого не найти Можем общаться с ним до утра Короче говоря, мы обычная семья Как и миллионы других Как и положено Ты знаешь, только счастливые семьи называют себя обычной семьей Счастливые семьи похожи друг на друга А в семьях, где не так все гладко, есть свои тайны и странности Что ты делаешь? Чтобы запомнить этот день Дай посмотрю Счастливые семьи Корай Если это твоих рук дело, то... Нет, брат, это не я У вас был отключен телефон И мы стали волноваться за вас И приехали сюда Я отвезу Фереху Пойдем, подвезу тебя Вижу, дружить ты умеешь Молодец Фереха, зайди к нам, это очень важно Фереха, дочка, ты где ходишь? Перезвони мне Не хочешь позвонить домой? Нет Приеду, все объясню Прости меня за этот день Ты тоже прости меня Я зря обвиняла тебя Наверное, домашние тебя обыскались Не говори Оставь меня в начале улицы Зачем? Ты и так задержалась Давай довезу Не надо, я сама дойду Субтитры сделал DimaTorzok Добрый вечер Фереха Ты вернулась? Да, папа Узнай, во сколько отправляется автобус Постарайся не опаздывать на него Если уж задержалась, позвони Я заберу тебя сам Хорошо, папа А что это за билеты? Мы с Мехметом хотим съездить в поселок Нам надо решать свои проблемы самим Я думаю, помощи нам ждать не от кого В общем, нам надо продать дом Продать землю Самим искать выход из ситуации Идите все ужинать Давайте А то еда останется Омер Сынок, не балуйся за столом Ешь как следует Возьми меня с собой Я тоже хочу поехать с вами Давай поешь сначала В следующий раз поедешь с нами Разве ты не собирался идти к друзьям На праздник обрезания с мамой? Да, мы все должны пойти туда Иначе они будут обижаться на нас Это точно Тогда Поменяй-ка эти билеты на вечер Дочка, почему не ешь? Никто же ничего не ест Поест, как появится аппетит Аллах-аллах Что в этом доме? Все с ума посходили, что ли? Надо же уважать еду Нельзя никогда так обращаться с пищей Все наши неприятности От того, что мы недовольствуемся тем Что у нас есть Хотим чего-то большего Мехмед, Мехмед, сынок Постой Куда ты уходишь, сынок? Ну хотя бы накинь на себя что-нибудь, сынок Господин Реза Когда вы перестанете болтать лишнего и упрекать детей Что теперь все время будешь его корить? Ты же оттолкнешь так своего сына, а? Ты скажи это своему сыну Пусть лучше научится просить прощения за то, что натворил А не характер нам свой показывать Вместо того, чтобы понять свою вину Вот Смотри, что я нашел в его кармане Имеет наглость Носить в кармане фотографию машины, а? Видишь? Он уже совсем потерял голову Совершает грех, что ценит материальность, а не Бога Видела, что происходит с ним? Да пропади пропадом, это машина и ее хозяин Ужас! Мы никогда в жизни не трогали чужие вещи Но не смогли научить этому своего сына Что поделаешь, молод он еще Не удержался, видно А мы что, не были молоды? Но ведь держали же себя в руках О, Аллах, прости нас Это испытание, а твой сын не прошел его Что толку теперь от этого? Ведь я просила тебя дать ему возможность выучиться А что ты мне ответил? Халдун, скажи, как я смогу одна справиться с Джансу? Она же не маленькая девочка, Санем Ей 18 лет Я делаю все, что в моих силах Я смотрю за ней, как за собственной дочерью Ты оставил меня одну и смеешь еще обвинять меня? Я никого не обвиняю, Санем Я просто пытаюсь понять, что произошло Моя дочь чуть не погибла Что за Америку ты еще придумала? Тебе надо было для начала со мной посоветоваться? Я бы посоветовалась, если бы нашла тебя Но ты даже не в курсе, как мы здесь без тебя живем Ты даже не знаешь, что твоя дочь ненавидит меня Ты не понимаешь, насколько мне тут трудно без тебя Ты ничего не знаешь, Халдун Ты ничего не знаешь Ты ничего не знаешь Мама, что ты делаешь? Ну-ка, дай мне это Перехад Все наши неприятности из-за этой вот железки Из-за четырех колес и двух дверей А если бы с Мехмедом что-то случилось? Никто ведь не думает об этом Что бы с нами было, если бы Мехмед не выжил? Что это, железка дороже жизни моего сына, что ли? Откуда только взялась эта машина в нашем районе? Как она попала в руки к нашему Мехмеду? Как проклятие какое-то вцепилось в него Она овладела его сознанием Запудрила мозги моему Мехмеду Это машина Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Фериха Здравствуйте, госпожа Санэм Я не увидела вас, простите Я так и поняла Что случилось? Ты что, заболела? Нет, я в порядке Я вчера не смогла ответить на звонок Джансу. Сегодня я обязательно зайду к ней. Джансу дома нет. Она уехала с отцом в бассейн. Решили провести вместе время с отцом. Как хорошо. Я тороплюсь на автобус. Хорошо. А, Фериха, твоя мама придет сегодня убираться к нам? Она, как всегда, ушла рано утром. Ее еще не было у вас? Я не видела ее. Я только еду из тренажерного зала. Понятно. Может, ушла на уборку другого дома? До свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Можно у вас спросить? Здесь никого не было до меня? Нет, я только что открыл. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Папа, подожди, я помогу тебе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не смотри на меня так, папа. Не смотри. Мы полагали, что Эмир не будет дружить с девушками этого университета. Наверное, решил развлечься наш паренек, чтобы не скучно было. Почему ты так радуешься тому, что они остались запертыми вместе в аудитории? А ты сама подумай. Мы проверяли Фериху, чтобы Эмир узнал ее получше. Проведенная с ним ночь в аудитории. Теперь Фериха стала такой, как и все остальные. Она превратилась в девушку для одной ночи. Сегодня он даже не взглянет на нее. Почему он не подходит к нам? Что случилось? Стыдно посмотреть мне в глаза? Или хочешь обвинить меня в своих же грешках? Ханде, кого еще ты подловила, кроме меня? Что это с ними? Хочу кое-что сказать тебе. Слава Аллаху! Вы ничуть не изменились с тех пор. Да что вы говорите. Разве можно остановить время? Да, это верно. Сколько бы ни наносили крем на лицо, все равно появляются морщины. Подожди. Я сама открою. Занимайся своими делами. А, я и забыла, что вы должны были прийти. Входите. Давайте, проходите сюда. Проходите. Можете поставить все здесь. Хорошо. Ну как, начинаем? Хорошо. Госпожа Тюлин отправила вам новые эскизы. Прекрасно. Вот, смотрите. Эти ткани привезены из ведущих домов моделей Франции. Хорошо, очень красивые. Я бы хотела какое-нибудь яркое платье. Эксклюзивное, чтобы для джинсу было особенным. Это тоже красивое. Мне нравится цвет. Но даже не знаю. Может, пусть принесут вам напитки? Спасибо. Я откажусь от кофе. А вам? Я... Спасибо, я не буду. Зехра? Можно тебя попросить? Да. Кофе. А, кофе. С сахаром? С сахаром. Принесу. Все эти узоры – это ручная работа. Фериха! Что ей понадобилось от меня? Фериха, не сердись. Ради бога, выслушай меня. Фериха! Фериха, будь ласка. Перестань, хватит. Не надо так смотреть на меня. Можешь... Не пытаться меня смутить. Ты насматривался мыльных сериалов, дорогой? Не увиливай, Ханде. Мы оба знаем, что это ты заперла их. Ладно, ты подставила Фериху. Но Эмиру все это вряд ли понравится. Что тебе нужно? Ты никому не расскажешь про Гунджи. Всего-то. Твоя девушка даже не заслуживает моего внимания. Можешь не волноваться так за нее. Пока. Фериха, прошу тебя, выслушай меня. Фериха, прошу. Что тебе нужно от меня? Зачем ты это сделала? Что ты несешь? Признайся. Повтори сейчас то, что ты говоришь за моей спиной. Да успокойся ты. У меня нет желания пререкаться с тобой. Послушай. Успокойтесь. Фериха, Фериха. Что тут происходит? Скажи, что тебе нужно от меня? Скажи, это при всех. Прямо сейчас. Мне нет никакого дела до тебя, понятно? Это ты пустила сплетни про меня и Эмира? А, ты об этом. Я не в курсе, конечно, того, что вы натворили вчера ночью. Но, кажется, вы стали знаменитыми. Все только и говорят о вас. Может, вам это и нужно было? Может, вы захотели славы? Ханде, что ты несешь? Подожди. Свидание в аудитории. Мы все хотим знать, чем вы там занимались. Может, ты сама расскажешь? Да? Как все у вас было? Романтический вечер или, может, что-то больше? Я очень... Очень... Хочу знать об этом. Знаешь, кто ты? Перестаньте. Как вам не стыдно? Феррика, успокойся. Курай, не вмешивайся. Не вмешивайся. Пусти меня. Успокойся. Посмотрим, что будет дальше. Еще и бросай ты на меня. Тоже мне строй тут из себя. Это твоих рук дело. Твоих рук. Ханде. Подожди минуту. Пусть скажет все, что думает. Что я такого сделала? А ну, давай. Говори. Это ты закрыла нас в аудитории. Эй. Хватит. Что, хочешь похвалиться перед всеми, что ты провела ночь за миром, да? Знаешь, кто ты? Феррика. Феррика. Ханде, успокойся тоже. Феррика. Феррика, ладно уже, хватит. Как вам не стыдно, успокойтесь. Феррика. Феррика, стой. Феррика, хватит, пожалуйста. Феррика, хватит. Прекрати. Пусти. Что случилось, Феррика? Вы видели, что она сделала? Как вы можете защищать ее после этого? Забери свои слова обратно. Хватит, хватит. Феррика, хватит. Не надо, постой. Успокойся. Ты еще заплатишь мне за это. Ты еще ответишь. Это она нас заперла. Чтобы все сплетничали о нас. Феррика. Гюнджи, скажи им. Скажи. Гюнджи, скажи. Давай, Гюнджи. Я же жду. Говори. У тебя есть что сказать по вчерашнему поводу? Давай, рассказывай. Только все расскажи. Гюнджи, говори. Гюнджи, расскажи им то, что ты сказала мне. Я ничего не знаю. Что? Почему ты так делаешь? Как ты можешь? Феррика. Расходитесь. Все, концерт окончен. Феррика, стой. Он еще бежит за ней. Заладил. Феррика, да Феррика. Все, концерт закончен. Расходимся. Идем, Курай. Все, расходимся. Ханде, идем. Тебе надо умыться. Вот это да. Феррика. Феррика, подожди меня. Феррика. Что ты им сказала, Эмир, а? Что вы вообще за люди? Ты позвал меня в аудиторию, чтобы опозорить меня? Что, лишние очки набрал? Новая тема для сплетен с друзьями? Доволен? Теперь ты стал еще больше знаменитым. О чем ты говоришь? Я не понимаю тебя. Все только и сплетничают о нас с тобой. Теперь ты понял? Феррика. Ханде, ну-ка, сядь в машину, Ханде. Пусти меня. Пока не придет Эмир, я никуда не поеду. Он посмел позволить какой-то девчонке исцарапать меня. Пусть придет попросить прощения. Не надо, прошу тебя. Не надо меня учить, что делать, Курай. Это все произошло из-за твоей той девчонки. Смотри, вон Эмир идет просить у тебя прощения. Что случилось, Ханде? Ошибаешься. Ханде, как ты? Вот правильный вопрос. В чем дело? Кто-нибудь, объясните мне, что происходит здесь? О, Аллах, он еще спрашивает. Ты не в курсе, что происходит, господин Эмир? Вот, смотри, смотри, что произошло. Почему вы подрались с ней, Ханде? Я не дралась с ней, Эмир. Это она накинулась на меня, как дикая кошка. За что? Должна быть этому причина. Объясни мне. Эмир, не повышай голос. Ты что, не видишь, что натворила Фериха? Посмотри на Ханде. Я вижу. Тогда объясните мне все. Объясните все, как следует. Эмир. Ты останешься с нами? Или ты будешь и дальше дружить с Ферихой? Если не веришь, что это она накинулась, иди посмотри на ее ногти. Иди, поцелуй ее рану. Ханде, прошу тебя, идем. Они что, правда были вместе? Разве Эмир Сарафаглы посмотрит на такую? Вместо того, чтобы повезти ее в отель, он позвал ее в аудиторию. А вообще, это правда или нет? Если бы это не было правдой, то не было бы таких разборок. Эта девушка прямо набросилась на Ханде. История просто супер. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо вам большое. Не стоит, госпожа Санет. Удачного дня вам, девочки. Спасибо, до свидания. Пусть носят на здоровье. До свидания. Хорошо, до свидания. Счастливого пути. Зихра? Да. Иди сюда. Вот, смотри. Я купила это для Джансу. Хочу повезти ее в тот клуб, куда она так хочет пойти. Скажи, красивая же? Чудесная. Но ведь Джансу не наденет его. Почему? Оно же фиолетовое. И что? Джансу не носит фиолетовый цвет. А откуда ты знаешь Зихра? С тех пор, как знаю ее. Просто она не любит этот цвет. У нее нет вообще ничего фиолетового. Но это эксклюзивная модель. А потом Джанса уже не маленькая, а она взрослая девушка. Будет надевать то, что ей нравится. Ладно, убери пока это. Пусть это будет сюрпризом для нее. По-моему, сюрприз у вас получится отличный. Нет, нет, она не наденет это платье. Фериха. Я знаю, я предала тебя. Знаю. Я предала нашу с тобой дружбу. Но есть нечто такое, о чем я не могу сказать тебе. Субтитры сделал DimaTorzok Они забудут про это через пару дней. Правда? Для тебя, может, это и нормально. Ты привык к таким сплетням. А я нет. Для меня это чуждо. Фериха, я не хочу, чтобы ты привыкала к этому. Понятно. Это все дело рукой этой противной Ханде. Фериха, я не знаю, что там Ханде всем наговорила, но я видел, что ты с ней сделала. Когда я увидел тебя такой, мне показалось, что я тебя не знаю. Я не думал, что ты можешь быть такой жестокой. Как тебе не было стыдно? Стыдно? Я должна стыдиться того, что отстаивала свою правду? Ты что, не видишь того, что все студенты шепчутся о нас с тобой? Но тебе, наверное, все равно. Ты привык. Но плохо сказали обо мне. А ты, наоборот, еще раз вышел победителем. Разве не так? Подожди, подожди. Думаешь, мне все равно? Хочешь, чтобы я заткнулся мрты? Да. Подожди. Между мной и Ферихой ничего не было. Народ! Послушайте меня! Между мной и Ферихой ничего не было. В аудитории между нами ничего не было. Я даже не прикоснулся к Ферихе. Вы слышите меня? Вы все слышали? Теперь ты довольна, Фериха. Надеюсь, теперь ты успокоишься. В Черди, Татар и Татар. МОС-МОС-МОС-МОС-МОС-ШЕMBИ Девушки отдыхают Там они тебе могут понадобиться Я не хочу, чтобы ты просил деньги у родни своего отца Пусть они будут твои Когда у тебя есть деньги, тебя уважают Ну и что, что другие знают, что у тебя их нет, но его родня пусть не знает об этом, хорошо? Не хочу, чтобы они смеялись над нами Как заговорят о деньгах, сразу же выкладывай их Мама Но это твои деньги Это деньги от твоих браслетов Здравствуйте Госпожа Ханде занята, но я сообщу ей о вас Хорошо Госпожа Ханде, пришел господин Эмир Где он? Ожидает вас внизу Дай мне мой халат Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну давай, господин Эмир Я не ждала тебя Как раз принимала ванну Я хотел поговорить с тобой О чем ты хотел поговорить со мной? Раз уж ты пришел ко мне домой Ты пришел просить прощения или же оправдать ее передо мной? Ханде Я не оправдываю ее Но пришел узнать, как твои дела Не волнуйся Я не убить меня своим ногтем Ладно Захочешь поговорить, позвони Эмир Сядь Ты же видишь, что она с нами сделала? Она посеяла раздор между нами Она не такая, какой ты себе ее представляешь Ты не доверяй тому, что она говорит тебе о себе О том, что якобы она из хорошей семьи Воспитанная такая Если не веришь, посмотри Вау Пришел, чтобы составить мне компанию Ты, наверное, тоже пришел проведать ее? Да Я, пожалуй, пойду Оставлю ее тебе Пока Ладно Пойду переоденусь Ты и так красивая Лучше не зли меня, Курай 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 зачем ты так расстраиваешь маму а что мне делать дорого нам обходятся капризы богатых людей видна судьба у нас такая отдадим последние за их каприз я пойду схожу к маме не будем грустить роки давай роки нам нельзя грустить роки ты будь вежливее спортсмены должны быть более сдержанными нет сегодня я не сказала но как-нибудь все равно расскажу все это правильно докажи что ты выше этого я все равно там щуей но я тебе тоже говорю об этом вот и надо было вместо того чтобы ругаться с ней врезать ей своим кулачком можешь издеваться но я не оставлю этого дела просто так она еще получит по заслугам анде поиграли и хватит ты же понимаешь что это ты была не права по отношению к ней это ведь ты заперла их это ведь ты подставила переху конечно она нехорошо поступила с тобой но ты сама начала все это покатайся на лошадях подожди мне надо предупредить их чтобы они ждали нас завтра я тебе что тверджу уже битый час ты что не слышишь меня ладно как хочешь завтра в одиноке встречаемся на ферме посмотри на них его дочь поступила в университет теперь ходит такой важный чего ему ходить важно лучше бы за сыном присмотрел украл чужую машину разбил вдрябе сгиб мех нет сынок идем подними выше голову перед ними ты тоже улыбайся давай улыбайся а то подумать что ты из-за мехмета угрюмая мы так еле пришли сюда молчи дочка добро пожаловать здравствуйте тетя зихра да милая до нас дошли слухи правда ли это какие слухи даже не знаю как и сказать вам люди про мехмета говорят да он уволился с работы слава богу что ушел но его приглашают на новую работу я очень этому рада здравствуйте мастер али весель здравствуйте реза я не думал когда ехал сюда что люди перестанут здороваться со мной видела мастер али даже не поздоровался с господином резой а зехра ей как будто все равно стоит гордая посмотри поздравляем вас от души а еще как поживаешь хорошо сами как спасибо хорошо ты одна пришла да я пришла одна сына еще не выпустили с тюрьмы мне очень жаль зехра я жду тебя у выхода забери и детей тоже хорошо хорошо помер помер пойдем нам пора отец нас ждет все все уходим идемте ваш отец ждет нас давайте тетя гельфидан ладно мы пойдем уже спасибо что зашли пойдемте мы уходим до свидания тетя гельфидан тетя гельфидан ну а мер остаешься за главного береги сестру и мать присмотри за домом хорошо хорошо папа можешь не волноваться за них молодец счастливого пути папа дай аллах да а уааа в Субтитры подогнал «Симон» 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 Мама? Да. Переха, дочка. Я всегда вспоминаю нашу прежнюю жизнь. Ладно, дочка, ложись, ложись. Тебе ведь завтра на учебу, да? Давай поцелую тебя. Спокойной ночи. Спокойной ночи, мама. Спокойной ночи, доченька. Сыночек мой, Омир, ты согрел мне постель, сынок. Ай, моя радость, иди ко мне, иди, мой хороший, иди. Вот так. Даже моя взрослая дочь пришла ко мне. Ну, иди ко мне, доченька. Слава Аллаху, что вы есть у меня. Мои родные, мои хорошие. Ана. Ой, Аллах. Мама? А, Фереха, дочка, ты проснулась? Я яичницу пожарила, поешь с хлебом. И брата разбуди тоже, вставайте, хорошенько позавтракайте. Я ухожу к госпожеру Миссия. Уберусь там быстро и сразу же приду. Ой, умру, наверное, так на работе. Мама, у тебя поясница болит? Поясницу так ломит, когда несешь хозяевам квартир, их утренний хлеб и газеты. Ой, как нуют мои кости. Ты посиди, отдохни, я поставлю чай. Какое там посиди? Все наверху уже давно ждут меня. А потом они не относятся ко мне с пониманием, как госпожа Румейса. Им нет никакого дела, что ты заболела. Давай я буду носить их хлеб и газеты, пока не приедет папа. Доченька, ну зачем мне тебя заставлять это делать? Ну что ты? Фереха, не пользуйся тем, что отца нет. Не задерживайся долго. Приходи домой вовремя, ладно? Хорошо, мама, обещаю. Ну все, давайте, садитесь завтракать. Удачного дня тебе, мама. Спасибо, доченька. Брат, вставай! Родители приехали. Мамочка! Мой дорогой сын. Как я соскучилась по тебе. Иди ко мне, покажи мне свою голову. Мама, ты купила мне Бакугана? Конечно купила. Пусть приедет папа, и мы достанем его из сумок. А где папа? У него какое-то срочное собрание, вечером приедет. Вы что, забыли, что сегодня я играю в футбол? Нет. Мы ничего не забыли. Просто отца вызвали на работу. Он бы обязательно поехал, но я тоже очень устала. Ну ладно, не сердись. Это же не последняя твоя игра. Если мы проиграем, то последняя. Вы победите, сынок. Ты не волнуйся. Когда в команде есть такие игроки, как ты, вы не проиграете. Дядя Ахмед отвезет тебя. Не задерживайся, хорошо, сынок? Я верю, вы обязательно победите. А ты тоже не придешь, да? Парень, приду, конечно. Я болею за твою капу. Ты что, здесь уснул? Что поделать? Долго ждал вашего приезда. Пришлось спать здесь. Ты знаешь, ты очень становишься похожим на своего отца. Что это такое? Эмир! Что за перегорать тебе? Ты и Рифата так собирался встречать? А? Эмир! Иди и прими душ. Прошу тебя, иди. Не забудь попросить прощения у Рифата за то, что ты наговорил ему по телефону. Или ты уже забыл свой разговор с ним. Ты серьезно? А что ему скажет его сын? Скажет спасибо, что оставили его здесь одного. Жан очень ждал тебя в больнице. Он бредил во сне и звал тебя. Успокаивал от себя тем, что вы ищете ему игрушки. Вы научили десятилетнего мальчика обманывать себя. Знаешь, Жану всего 10 лет, но он гораздо умнее тебя. Он все равно знает, как мы сильно его любим. Рифат звонит. Ладно. Эмир! Эмир, вернись немедленно! Алло. Милый. Курай. Я еду к себе домой. Четыре часа приезжай в школу Джана. Понял. Хорошо. Ладно. До встречи. Эмир, давай поторопись. Я уже опаздываю. Я не пойду никуда. Я пойду к Мустафе. Милый, что с тобой случилось? Ничего. Послушай, если ты скучаешь по папе, не волнуйся, он скоро приедет, хорошо? Ну-ка, посмотри на меня. Ладно, иди, но будь осторожен. Давай. До встречи. Вы все обманываете меня. О, Мир. Что с тобой, малыш? Не сиди здесь. Тебя что кто-то обидел? Все. И мама, и папа. И брат, и сестра. Мне никто ничего не говорит. Все плачут, но ничего мне не говорят. Ты что, плачешь, потому что плачут они? Мой папа и брат уехали в поселок. Не переживай за них. Они же скоро приедут. Мама тоже плачет, потому что они уехали. Они очень сильно ругались перед их отъездом. Но ты не обращай внимания на них, милый. Взрослые иногда ругаются, а потом мирятся. Не на тебя же они сердились. Ты же тут ни при чем. Моя мама называет тебя пупсиком. А это хорошо или это плохо? По-моему, хорошо. Пожалуйста. Спасибо, милая. Приятного аппетита. Госпожа Румиса, я сегодня уйду пораньше. Знаю, вы тоже одна, но Риза тоже уехал в поселок. Дети на учебе. Дома столько работы. Иди, дочка. Дом наш ты уже убрала до блеска. Конечно, иди. А я привыкшая к одиночеству. Хотя, кому нравится сидеть в одиночестве. Но что поделаешь, если бы Орхану не пришлось ехать на конференцию. Все свое время проводят за границей. В моем возрасте тяжело быть одной. Да, это так. Но разве есть другой выход? Ладно, я уберу это все отсюда и пойду. Ладно, я уберу это все. Ты очень сильная девушка. Хорошо справляешься с лошадью. Умеешь управлять окружающими. Перестань. Кем это я управляю? Конечно, своим народом, моя принцесса. Ваш народ с нетерпением ждет вас на футбольном поле. Не поняла тебя. Мы что, пойдем поиграть в футбол? Сегодня братишка господина Эмира играет в футбол. Подожди. У Жанна сегодня матч? Почему ты раньше мне не сказал? Который сейчас час? Давай поедем. Сказала принцесса и поскакала дальше. Так поступают такие, как она. Давай, играй как следует. Вот сейчас. Играем как следует. О, брат, прости. Слушаю. Хорошо, как сам. Ладно, хорошо. Ну что, поиграем? Хорошо, поиграем. Вау, молодец. Кажется, ты удивлен. Нет. Наоборот, я бы удивился, если бы ты не удивила меня. Переха. Эмир. Ты скажи. Нет. Ты скажи. Я знаю, вчера я позволила себе лишнего. Конечно, я была не права. Это так. Я признаю это. И... Тебе она говорила столько обидного. Я просто поддалась эмоциям. А ты что хотел сказать? Хотел пригласить тебя посмотреть футбол. Алло, Орхан, милый. Мама, я перезвоню тебе, как только выйду с конференции. Я ухожу, госпожа Румиса. Что это? Что это с вами? А? Что случилось? Госпожа Румиса. А какой же там номер-то? Сто пятьдесят пять. Алло. 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 Это скорая помощь? Тут плохо одной женщине. Да-да, приезжайте. Давай, Жан. Давай, Жан. Давай, парень. Молодец, Жан. Игра уже началась. Я же говорила тебе, что опоздаем. Ну, ты же сама захотела заехать домой и переодеться. Ну, давай уже быстрее, поторопись, Курай. Ты ведь предпочитала смотреть сериал, когда наши играли на чемпионате. Что случилось теперь? Идем. ГОЛЬ! ГОЛЬ! Вот тебе на. Я правда ничего не знал, что он пригласил ее. Мы уже привыкли к этому. Нет. Ну и пусть. Я не собираюсь уступать какой-то дикой кошке. Не на ту нарвалась. Идем. Ханде. Я прошу тебя, не начинай ничего, ладно? Для Жанна это важная игра. Не поднимай шума. Хорошо? Я не смогла увидеть, как он забил голову. А, добро пожаловать. Ханде, и ты приехала? Я не ради тебя здесь. Просто пришла поболеть за Жанну. Как дела, Фериха? Хорошо, как сам. Мы не помешаем вам? Садитесь. Прошу вас. Что бы я делала без тебя, Зехра? Я задержала тебя от твоих дел. Ну что вы, как бы я оставила вас там одну? Сынок, ты езжай прямо. Когда едешь до Эти, повернешь направо, хорошо? Хорошо. Куда мы едем, Зехра? Я же не могла оставить вас дома одну. Я говорила с господином Орханом. Сказала ему, что забираю вас к себе. Если бы у меня не было других дел, я бы осталась с вами. Но зачем ты так беспокоишься, милая моя? Ну что вы говорите, мы просто очень уважаем вас. Молодец, парень. Жаль, что вы пропустили последний гол. Если бы нас не остановил судья. Конечно, судья был неправ. Ты сам отвезешь меня домой. Жан, поздравляю, ты забил шикарный гол. Я успела снять это на камеру. Вечером скину тебе, хорошо? Что с твоим лицом? Одна кошка поцарапала. А, у тебя кошка есть? Нет. Одна уличная кошка. О, как ты это делаешь? Кстати, как тебя зовут? Фериха. Меня зовут Жан. Приятно познакомиться. Повторишь ее еще раз? Брат, посмотри на нее. Что, девушки тоже умеют играть с мячом? Ну-ка, дай мне его. Так необычно, когда девушка с мячом. Фериха, я не думал, что девушки асы в этом деле. Утром хорошо играла в настольные, и сейчас ты меня тоже удивила. У меня же есть братья. Иногда играю с ними дома. Поэтому ты умеешь и драться тоже. Сестра Фериха, вы знаете, что в Америке девушки тоже играют в футбол? В американский футбол. Но у них девушки как медведи. Приехали. Ты же знаешь, где остановиться? Знаю. Ты опять выйдешь в начале улицы. Жан, не прекращай заниматься, хорошо? У тебя левая нога очень сильная. И тебе бы тоже не помешало потренироваться. До встречи. До встречи. Что? Это твоя девушка? Нет. Ладно, пусть тогда подождет меня. Даже не мечтай. Пожалуйста. Спасибо, дочка. Создала тебе лишний хлопок. Ну что вы. Вам надо согреться. Положу вам ложку сахара. Давайте. Спасибо, милая. Приятного аппетита. Позвонил господин Орхан. Сказал, что вылетит первым жерейцем. Слава богу. Скоро будет здесь. Как хорошо. Да. Вам что неудобно, могу положить еще одну подушку под спину. Вот так, госпожа Румисо. Вот теперь хорошо. Ладно, дочка. Мне удобно. Ну что вы, я привела вас к себе. Создала я тебе проблем, дочка. Да не говорите так. Мы всегда рады хорошим людям. Ну вот так мы и живем. А вот мой младший сын вернулся. Это, наверное, он. Подожди, сынок, подожди. Ты почему весь в грязи, а? Где ты так испачкался, сынок? Омер. Сынок, аккуратней надо. Что ты? Омер. Хорошо, вымой руки, ладно? К нам гости пришли, посмотри. Кто мама? Вот, тетя Румиса у нас. Здравствуй, сынок. Будь счастлив, сынок. Видите, как он испачкался весь. Ну, идти умойся как следует. Зихра? Слушаю. Зихра, ты бы не могла зайти к нам? Хорошо, сейчас, госпожа Санэм. Нам нужна твоя помощь. Госпожа Румиса, я вернусь через пару минут. Посидите пока тут без меня. Это мне тоже не идет. Я как деревенская девушка на дискотеке. Джан Су, все сделали, как ты просила. Что тебе не нравится? Тебе не нравится то, что нравится мне. Я больше ничего не скажу тебе. Решай сама. Ладно. Зихра, проходи. Ну-ка, рассуди ты нас. Тетя Зихра, говори только честно. Мне идет эта прическа? Да, очень красиво. Нет, не красиво. Почему? Очень идет. Некрасиво. Я никогда не стану красивой. Перестань. Что ты говоришь? Хорошо. Тогда примерь вот это. Посмотрим, что ты скажешь. Что это? Сюрприз. 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 Говорила я ей, что эта девочка такой цвет носить не будет. Куда мне его надевать? Откуда я знаю? Они вручили его мне в руки. Пойду убирать мусор у дома, а ты пока приготовь обед. Госпожа Румиса должна выпить лекарство перед едой. Хорошо. Тогда я уберусь в доме и буду расстилать постель. Как я могла оставить ее дочка? Она совсем одна, у нее никого нет, кроме сына. Врачи сказали, что у нее может подняться давление. Поэтому желательно, чтобы кто-то был с ней рядом. Поэтому я и привезла ее к нам домой. Ладно, давай я сама пойду уберу мусор. Нет, доченька, я не позволю. Я сама уберу мусор, мама. Умница моя. Ты оставайся с госпожой Румисой. Ладно, хорошо. Ты что, обиделась, что я платье ей отдала? Ну, оно же было дорогое. Эксклюзивное все-таки Джан Су. Я была в шоке от себя, что не смогла и слово вымыл ведь тебе. Зихра тоже особо не хотела его брать. Ты поставила нас в неловкое положение. Откуда я знала? Я думала, ты в курсе, что я не люблю такой цвет. Я считала, что ты уже повзрослела и будешь надевать разные цвета платьев. Ладно. Пойдем, не то опоздаем. Почему мы идем туда в четверг? Если бы пошли завтра, я бы увидела Эмира Сарафоглы. Сегодня Пелина уехала к отцу. Завтра день, когда мы всей семьей идем ужинать в ресторан, поэтому... Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Милая, принеси пакет с мусором. Вы очень красивая. Спасибо. Не говори. Она идет туда ради Эмира Сарафоглы. Ты же знаешь, как она его обожает. С ума сходит по нему. Конечно, это безответно, но хотя бы развлечется немного. Почему ты так смотришь? Может, мне не идет это платье? Нет, оно тебе очень идет. Ладно, тогда мы поехали. Бог в помощь. Хорошего вечера вам. Спасибо. Фериха, приходи к нам завтра. Я хотела кое-что спросить у тебя. Ладно. Бог в помощь. Спасибо. Не обессудьте, конечно. Я бы курочку приготовила, если бы знала. Так неожиданно получилось. У нас есть плов. Не знаю, только понравится вам или нет. Еще как понравится. Какой запах. Ты очень вкусно готовишь, зехра, дорогая. Я с удовольствием съем твой плов. О, она уже вернулась. Переходочка, хорошо вымой руки и садись к нам. Сынок, зачем так набивать рот? Ну, как тебе не стыдно? А как теперь есть, мама? Не открывай так рот. Нельзя. Ешь вилкой как следует. Ой, Аллах. Этот малыш не управляем. Фериха, милая. Твоя мама только и говорит о тебе. Ты поступила в хороший университет. Она очень гордится тобой. Как тебе там учиться, несложно? Очень хорошо. Спасибо. Я стараюсь изо всех сил. Да, очень хорошо. До самого утра учит уроки. У нее в голове только одна учеба, да, дочка? Это же прекрасно. Продолжай так же. На учебу нужно большое терпение. Сынок, пользуйся вилкой. Берите салат, попробуйте немного. О, народ стал собираться. Надеюсь, он тоже придет. Что это? Каждый раз одно и то же. Одни и те же девушки, одни и те же парни. Одна и та же музыка, та же выбивка. Надоело уже все. Добро пожаловать. Если вам не нравится, господин Унал прогонит вас. Перестань. Ты ходишь сюда только потому, что это клуб твоего отца, иначе бы тебя здесь не было. Вот такая у нас жизнь. Мы должны таким образом общаться. С ним по-другому нельзя. Поэтому наш принц и наследник выбрал себе девушку, которая не ходит по ночным клубам. Нашел. В киноклубе университета надо сделать такую рекламу. Короткометражный фильм. 15-минутное ночное приключение. Ночь, проведенная на проливе. Завтра здесь же. Ты, я и все вместе. Ах, он пришел. Эмир Сарафоглый пришел. Ваш отец передает вам большой привет. Как у него голос? Он в порядке? Как может быть. Вот увидишь, его родня отправит его с пустыми руками. Иди, учи уроки в той комнате. Я постелю здесь постель госпожеру Месси. Кстати, дочка, она выпила свое лекарство? Ты давай убери это и постели чистые простыни. Поменяй, ладно? Хорошо. Хорошо. Ой, какой он красивый. Ты тоже красивая. Я некрасивая. Моя мама была красивой. Ты тоже красивая. А я некрасивая. Вон, смотри, где настоящие красавицы. Его окружают только такие девушки. Они такие видные. А я выгляжу как маленькая девочка. Я не такая яркая, как они. Он даже не замечает меня. У них вон... Типа ходка, как у моделей. Джан Су! Джан Су! Джан Су! Я никогда не стану такой, как они. Я не смогу стать, как ты. Как они. Никогда не смогу. Джан Су, что с тобой? Джан Су! Джан Су, перестань. Прошу тебя. Я же говорила тебе, что на меня даже никто не посмотрит. Я некрасивая. Джан Су! Все, успокойся. Что ты такое говоришь? Я никому не понравлюсь. Я некрасивая, слышала? Все, успокойся. У меня никогда не получится понравиться. Успокойся. О, нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Она сейчас спит. Хорошо, спасибо большое. До свидания. Наверное, нам опять стоит начать курс лечения. И доктора говорят то же самое. Но эти лекарства превращают ее в обессиленного человека. Ты пойми, что это плохо. По-моему, ей не надо было прекращать прием этих таблеток. Халдун, прошу тебя. Ты же сам видел. Помоги ей. Санэм, я не уверен, что эти таблетки смогут помочь самочувствию моей дочери. Сколько она уже лечится после смерти своей матери. Сколько она пробила лекарств, все бестолку. И что ты предлагаешь делать? Предоставить ее самой себе? Ты видел, что произошло после того, как она перестала пить таблетки? Прошу тебя. Не будем обсуждать это сейчас. Ты сама знаешь, из-за чего это с ней произошло. Прекрасно. Тогда вини во всем меня. Пусть я виновата во всем. Давай. Я лишь хочу помочь нашей девочке. Халдун. Послушай, Джан Су нужно общаться со сверстниками. Если бы она поступила на учебу в Америку, там бы появились друзья. Скажи, разве я не права? Ну скажи. Ты сама понимаешь, что она не справится там, что не будет этого. Поэтому нам лучше забыть про Америку. О лечении обсудим после того, как я поговорю с ее врачами. Я не хочу еще раз превращать свою дочь в растение. Пойми меня тоже. Привет. Как дела? Хорошо. Что опять случилось? А что, что-то должно было случиться? С тобой всегда что-то происходит. Нет, я просто так сказала. Фариха, после занятий мы... Ладно, увидимся. О, принц мимолетных ночей. Вчерашнюю драку выложили в интернете. Большое количество просмотров. Вот это да. Ну-ка, открой, Нед. Давай посмотрим. Согласен, давай. Сейчас. Вот это да. А, ну как? Весело. Она схватила ее за волосы. Да. Смотри. Круто. Какой ужас. Что они творят? Ты смотри, что она делает. Да, зрелище. Фариха, давай поговорим. Фариха. Мне не о чем говорить с тобой. Хорошо. Как хочешь. Нет насилия над женщинами Надо же, как будто издеваются, специально выложили Пришел господин Урхан Ой, скорее бы он забрал свою мать и ушел Сейчас начнет про экзамены и закончит Шекспиром Тетя Зихра, подайте журналы на полке Дочка Я так сильно скучала по тебе, папа Я работаю ради тебя, дочка Ради твоего будущего, постарайся понять меня Мы же одна семья Ты, я, Санем, Телин Нет, папа, у меня никого, кроме тебя нет Ты самое дорогое, что у меня есть в жизни Если бы ты постаралась понять нас Нам всем бы стало легче жить, понимаешь? Я очень скучаю по маме, папа Я думала, что я со временем смогу привыкнуть к тому, что ее нет Но не получилось Я скучаю по вам обоим Сколько раз мы обсуждали это, дочка? Нужно привыкать к новой жизни Если бы твоя мама была жива, она бы тоже желала этого Папа, не пытайся убедить меня в этом Ты просто хочешь оправдать себя этим Прошу тебя О, папа с дочкой секретничают Прелестно Халдун, милый Давай поговорим о предстоящем зачете Как там все пойдет Госпожа Зихра Даже не знаю, как отблагодарить вас Да не стоит, что вы Да, все благодаря тебе, Зихра Кто знает, что бы со мной было, если бы не ты Орхан, конечно, может еще рановато, но хотелось бы узнать подробнее о зарубежных университетах Моей дочери еще год учится в школе, но все-таки информация не помешает Он доверяет тебе больше, чем себе, Орхан Прошу прощения, можно мне лимон? А вот принесла, господин Орхан Господин Орхан не пьет без лимона Спасибо большое Приятного аппетита Я пойду Лара Мы тут говорим о твоем будущем Надеюсь, ты заметила это Для начала нужно было спросить у меня Разговор пойдет не о дизайне, а о моей жизни У меня хватает своего ума, чтобы спланировать свое будущее Поэтому мне не интересен ваш разговор обо мне и моих планах на будущее Чтобы достигнуть чего-то большего в жизни, мало быть уверенной в себе, Лара Ты маленькая Я не маленькая, я уже подросток, господин Орхан За словом в карман не лезет Ну, подросток ты наш И все-таки это хорошо, что ты очень уверена в себе Но запомни, ты достигнешь всего, если только объединишь свою уверенность и дисциплину в одно целое Слушай, что тебе говорит господин Орхан, дочка Это пригодится тебе в будущем Этому парню нечего сказать Курай, перестань уже Ладно Ты уже уходишь? У меня закончились пары Курай хочет снять короткометражный фильм о жизни наших студентов Как они проводят время Это для видеоархива нашего университета Ты придешь? Нет Нет? Ты так быстро ответила Но почему нет? Мне что, протянуть слово нет? Я хочу, чтобы ты пришла Я бы пришла Слушаю тебя, Джонсу Переха, ты где? В университете Уже собираюсь домой Хорошо, приходи вечером к нам Это очень важно Надо поговорить Хорошо Мне тоже надо кое-что рассказать тебе Ой, Переха Ты как будто с другого конца города добиралась Нас разделяют только пять этажей Я пришла сюда больше пяти часов Знаешь, сколько раз в день мне приходится подниматься и спускаться с этажа на этаж? Время убирать мусор, сама знаешь Ты что, выбрасывала мусор? Не бойся, я уже умылась Нет, я не это имела в виду Мы давно не говорили с тобой по душам Хотела кое-что спросить у тебя У меня тоже есть что сказать тебе Я... Подожди Сначала я... Лара сказала, что ты знакома с Эмиром Сарафаглы Она видела, как вы с ним пили кофе Она удивилась, потому что ты не познакомила меня с Эмиром в больнице Я как раз хотела... Джансу А, Переха Я не заметила тебя Мы говорили о том, как Переха пила кофе с Эмиром Сарафаглы Ну-ка, еще раз сначала Это же Переха Лара, не могла придумать что-нибудь другое? Боже, как смешно Эмир Сарафаглы и Переха Да Она сказала, что Переха и Эмир сидели в кафе и пили кофе Может, твоя Лара видела Переху с Брэдом Питтом тоже? Тоже возможно Если врать, то только так Она совсем далеко зашла Она специально говорит мне такие вещи, чтобы лишний раз расстроить меня и сделать больно Сама подумай, Переха и Эмир Сарафаглы Мне пора домой Переха Не обижайся, мы не над тобой смеемся А над Ларой Ее выдумками А, ты же тоже хотела что-то сказать мне, помнишь? Это уже не важно До свидания Кажется, мы ее обидели Как думаешь? Да? Да нет Наверное, самой ей было смешно Ай, не бьет кофе О, боже ты мой Зачем же так дверью хлопать? Мама, я сегодня буду у Джансу О, Лах Так ведь и только оттуда Мама, мне нужен компьютер Домашнее задание нужно сделать Нет, не пойдешь, уже поздно Мама, еще не поздно И ее отца тоже нет Если задержусь, останусь ночевкой Что значит останусь? Закончишь уроки И придешь домой Мама, папу же нет дома Ты ложишься рано Что мне мешает остаться у них? Хочешь остаться у них? А что если он не расскажет? Сами придумали, что он уже мужчина Расскажет все отцу Расскажет все отцу Расскажет все отцу Мама, я пошла Ладно, иди, иди Ложись в обнимку с госпожой Санэм Вот, все начинается здесь Место, где начинаются вечера И заканчиваются тоже Станьте-ка поближе друг к другу Вот так, хорошо Хотите, скажу вам кое-что? Вы словно голливудские звезды О, кто к нам пришел? Как поживаете? Добро пожаловать Кто это? Бериха Откуда она здесь взялась? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok